Всем привет, добро пожаловать на канал Джейсон Кино и сегодня мы с вами поговорим о новом творении Гаррета Эдвардса. Творец. Джон Дэвид Уаштон, Элисон Джейни, Джемма Чанг, Кен Уатанаби. Ну и естественно возглавляет все уже вышеупомянутый Гаррет Эдвардс, наиболее известным такими картинами как Годзилла 2014 года, ну и Звездные войны из Гой 1. Наткнувшись в интернете на трейлер фильма Создатель, на самый первый трейлер пару месяцев назад, был тем моментом, когда я в принципе узнал о существовании этого фильма. И если честно, первый трейлер мне не понравился. Не понравился из-за того, что они играли песню Dream On Aerosmith. То есть эта песня просто отвлекала, не знаю, добавляла какой-то дешевизны что ли. Поэтому я думаю будет какой-то проходняк, если честно. Потом я узнал, что Гаррет Эдвард снимает, я такой интересненько. И после этого начали выходить обзоры. Такие слова звучали как шедевр, лучший фильм года, мгновенная классика, лучший сай-фай за последних хрен знает сколько лет. Ну как мне пойти? Ну конечно же я пошел. Я уже упоминал некоторые моменты в своем кратком обзоре в кинотеатре. Повторю их заново. Лучше ли это фильм года для меня? Мгновенная ли это классика? Лучше ли сай-фай за последний хреновый тучи лет? Лично для меня нет. Объясню почему. Сначала давайте пройдемся по плюсам. Их очень много. Во-первых, фильм реально дорогой. Фильм снят круто. Фильм снят качественно. Ни с какой стороны нельзя назвать этот фильм проходниковым. Это монументальная работа интересного, крутого сай-фай. Первыми лицами Голливуда, да, вышеупомянутыми звездами. Качественный, интересный. И несмотря на то, что он более двух часов, он совершенно не казался затянутым. Хотя были довольно много определенных медленных, вдумчивых сценарных моментов, которые казалось бы вот-вот надоедят. Вот-вот-вот. Вот они подходили к грани. Но слава богу, эту грань они не пересекали. Практически ничего детского. Это не детский фильм. Это не Звездные войны. Я, в принципе, сам не считаю Звездные войны детской франшизой. Но, в принципе, это та франшиза, которая говорит с младшим поколением в первую очередь, а потом уже со старшим. Я так считаю, будучи огромнейшим фанатом Звездных войн. Джон Дэвид Вашингтон. Я вам хочу сказать, что потенциал и резюме этого парня все больше и больше начинают впечатлять. Как говорил великий злодей Билл Мясник из фильма Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка», он достойный имени своего отца. Я очень рекомендую пойти на этот фильм. Хочу сказать об этом сразу. Не в конце видео, а сразу. Почему? Потому что сейчас я начну говорить о минусах этого фильма. И они для каждого будут по-своему важны. Для меня довольно важно. Мы не забываем, что мы имеем дело с высококонцептуальным фильмом. Это тяжелый, серьезный фильм. Поэтому довольно важным минусом этого творения для меня является отсутствие оригинальности. Что я имею в виду? Сама идея фильма и сюжет мы видели в других творениях. Причем я имею в виду не просто в каком-то инди-фильме во Франции, там какой-то Жорден Дю Жорден 93-го года, который видели только работники кинотеатра. Я имею в виду, мы эти концепты видели в громких фильмах. Сюжет и идеи сюжета, в принципе, встречаются та же, что и в «Аватаре» 2009-го года, в «Танцах с волками», в «Последнем самурае». То есть главный герой является агентом, внедренным в тыл врага, с заданием разрушить врага изнутри. Влюбляется в их культуру, проникается их идеями и становится на их сторону. Во всех вышеперечисленных мной фильмах мы это видели. Правда ведь? А вот мораль, что есть человек? И этот вопрос мы видели как в «Блэйдраннерах» в обоих, так и даже в киновселенной «Марвел» в виде «Вижена», сыгранном гениальным Полом Бэттани, он тоже задает вопрос. Что есть человек? Это набор органики? Обязательно мышцы, сухожилия, кровь, генетический материал? Либо это нечто, в чем присутствует элемент человечности? К сожалению, этот фильм проваливается в кинотеатре. Так же, как и я, об этом фильме узнали, в принципе, с первым трейлером пару месяцев назад. А это недостаточно, чтобы разогреть интерес. Ребята, это было мое мнение. Очень рекомендую посмотреть этот фильм. Не пожалейте. Как минимум, не останетесь равнодушным. Я не обещаю, что он понравится. Мне очень понравился. Лучший фильм года? Нет. Но все же классный, классный фильм. Поделитесь своим мнением, те, кто уже видел, комментарии, подписончик, лайкосик. И с вами был Игорь. И эй, все будет Украина. Субтитры сделал DimaTorzok